Ну все, поехали. Лена, привет. Смотри, что мы сегодня будем делать. Мы сейчас постараемся закрыть все твои вопросы по уходу. Я так понимаю, что у нас немножко обезвоженная кожа, да, особенно вокруг глаз. Как ты думаешь, она у тебя сухая или нормальная? Нормальная скорее. Нормальная. И мы пройдемся по татуажику. Я думаю, что он у тебя местами уже... Ты устала? Он давно у тебя? Года 4. Ну, он как-то быстро вышел. 4 года не срок для татуажа. Вот, мы получимся его плавно вуалировать, плавно завуалируем губки, бровки. Я так понимаю, что подводка нас, может быть, особо и не беспокоит. И мы разберем, как восстановить кожу вокруг глаз. Потом самое важное мы сделаем. Я тебе покажу, как избавиться от пигментных пятен. И мы начнем с кожи. На самом деле, с возрастом практически у нас у всех кожа становится сухая. Потому что у нас количество подкожного жира уходит. И как только уходит количество подкожного жира, у нас резко наступает фаза обезвоженности. Ну, то есть все вот эти маленькие морщинки на лице, это фаза обезвоженности. И, например, если у тебя общий тургор лица очень хорошо держится, потому что у тебя ткани плотные и кожа достаточно плотная, то на фоне этого все равно начинают страдать те участки, где кожа очень худая. Потому что тип кожи равно толщина кожи. То есть участки, где у тебя очень тоненькая кожа, там кожа сухая. И вот участок вокруг глаза, здесь кожа как раз таки всегда сухая. И ты замечала, ну, у тебя же тоже бьюти-тему, что у женщин чаще всего вокруг глаз кожа сначала страдает, потом шея, передняя стенка, декольте и ручки. Потому что там очень тоненькая кожа. И основа коросты кожи зависит от того, насколько в ней много жиров. Потому что жир полностью отвечает за выработку липидной вуали, а липидная вуаль на сто процентов удерживает влагу. И те участки, где нет жира, они просто очень быстро обезвоживаются, потому что у них нет липидной запитки. И мы начнем сейчас с тобой с того, что я тебе объясню, как держать кожу в тонусе, чтобы она не старела. Потому что со временем все участки будут терять жиры, начнут обезвоживаться. Обезвоженность равно старость. Я всегда привожу пример персик и сухофрукт. Это одно и то же. Просто в сухофрукте ушла водичка. И как поступают в магазинах, чтобы яблочки не ссыхались? Их натирают воском, потому что если вода не может уйти, то и старость не наступает. Это очень крутая тема, потому что просто за счет одного продукта, ну двух, ты можешь вообще не стареть. То есть до тех пор, пока ты даешь питание тканям, они не будут портиться. И мой основной секрет, он очень простой. Я всегда провожу аналогию кожи с телом. И у нашего тела есть основные потребности. Он хочет кушать и пить. Пить для кожи это увлажняющее средство, а кушать для кожи это питательное средство. И чтобы у тебя кожа была в тонусе, ей нужно и кушать и пить. Поэтому я сейчас тебе покажу систему, как давать ей и влагу и питание. Самое лучшее питье для кожи это простая вода. У меня есть абсолютно простая вода от Либридерм с гиалуронкой. Понятно, что все это не работает. И я просто наливаю туда чистую воду сама. Потому что чистая вода лучше, чем какая-либо вода. Например, у меня есть гидролат. И, конечно, я все тестирую. Я вижу, что гидролат хуже работает на коже, чем просто чистая вода. Почему? Потому что вода мне нужна как средство для того, чтобы кожу размягчить. Это предварительная фаза перед тем, как я ее запитаю. И когда я выкладываю гидролат вместо воды, я вижу, что частички, которые содержатся активно в гидролате, уже закрывают мне те места, которые я хочу сама запитать. И в первую фазу я буду вам показывать воду, а вторая фаза это масло. Простое косметическое масло холодного отжима. Оно может стоить любых денег от 200 рублей до бесконечности. В общем, там уже вкус, эстетика и кошелек. И вот это простая схема, которая дает 100% на все необходимое для кожи. Потому что кожа – это мембрана. И мембрана, знаешь, есть такая ткань у горнолыжников. Снарягу шьют из мембраны. Вот ты катаешься на горе, ты когда потеешь, у тебя влага наружу выходит, а влага снаружи внутрь не поступает. И ткань для снаряжения делали по прототипу кожи. И у нас кожа – это мембрана. Кожа – это выдыхающий орган, то есть она отдаёт, но ничего не впитывает. Поэтому по факту сверху её чем-то запитать и в неё что-то впитать невозможно. Кожа ничего не впитывает. Сколько бы ни стоил твой крем или ещё что-то, это никогда не впитается в кожу. У кожи есть только одна возможность что-то впитать – это верхний мёртвый роговой слой. Потому что мёртвые чешуйки кожи работают как абсорбент, и их возможно запитать. И здесь такой большой секрет. Если ты пользуешься, например, увлажняющими средствами… Ты, кстати, чем пользуешься сама? Сейчас Диором. Вот все говорят бренд, но не говорят суть. Это увлажняющая, питательная. На ночь питательная, а утром увлажняющая. Вот. И теперь начинаем простраивать логику. Твой организм тёплый, ты обладаешь температурой. А когда на тёплый объект попадает влага, что происходит? Влага начинает испаряться. Да. Все увлажняющие крема с твоего тела испаряются. И тот волшебный момент, когда ты думаешь, что крем впитался, он испарился. Увлажняющим кремом без поверхностной, ну, закрывающей какой-то ещё субстанции пользоваться бесполезно. Мы будем вместо увлажняющего крема использовать водичку. Вот. И на ночь ты пользуешься питательным. Питательный – это то, что не выветривается, потому что это более густая, более жирная субстанция. И здесь есть такой вопрос, что это липиды, то есть жиры. Питательные крема – это уже какой-то липидный состав. И в липидах есть две основные фазы. Прозрачная фаза и мутная фаза. Вот маслице, на котором я сейчас буду тебя запитывать, это прозрачная фаза. Даже если его поставить в холодильник, он остаётся прозрачным. А твой крем, он мутный. И вот мутная фаза – это та фаза, которая не впитывается в кожу. То есть из липидов впитывается в кожу только прозрачная фаза. И самый лучший уход для любой кожи, любого типа, в любой стране мира, с любым климатом – это простая вода и простое косметическое масло за любую денежку. Главное, чтобы это было чистое масло, холодного отжима косметическое. Не нужно пробовать брать оливковое масло из холодильника или кокосовое мутное масло, потому что любые масла, которые становятся мутными или расслаиваются хлопьями в холодильнике, значит, они не впитаются в кожу. Это поверхностное покрытие. И на данный момент из того, что ты назвала по уходу, ни одно, ни второе средство в тебя не входит. То есть ты создаёшь на ночь защитную плёнку, но она вглубь не проникает и не делает твою поверхность более пластичным. За счёт этого начинают образовываться морщинки. Потому что морщинки это что такое? Это обезжиренный участок кожи, которым ты активно, мимически пользуешься, и он начинает ломаться. То есть он начинает, как тонкая слюда, трескаться немножко. И задача, чтобы ты никогда не старела и маленькие морщинки не образовывались, и ты не обезвоживалась, надо сначала кожу немножечко расслабить, распарить, потому что верхний мёртвый слой, он как сухая бумага. И потом его быстренько, плавненько запитать, запечатать до тех пор, пока водичка не успела испариться. Это очень странная схема, но через три дня у тебя будет новая кожа. Очень крутая тема. И я когда объясняю кожу, я очень часто даю аналогию с хлопковой рубашкой. Вот на тебе как раз рубашка. Вот представь, что ты постирала хлопковую белую рубашку без кондиционера, и ты её высушила, и она такая вся мелко пожамканная. Представь, что ты пытаешься её разгладить горячим утюгом. Она ведь не разгладится, потому что, чтобы что-то разгладить, это надо сначала немножечко увлажнить, распарить. И кожа по своей структуре – это ткань. И я училась на фэшн-дизайне, и у нас был очень классный препод по технологии швейного производства. И она нам всегда говорила, дети, вот посмотрите, кожа – это же трикотаж. Мы такие, ооо. А если разобраться, так и есть. Вот у тебя череп обтянут, и всё тело трикотажным полотном. Потому что кожа, видишь, она пластичная. То есть это трикотаж. Ты когда-нибудь резала трикотаж сама? Что с ним происходит? Как помахриться начинает? Нет, он закручивается. А, да, да. Да, когда трикотаж, он в такие две полосочки. И вот, исходя из этой теории, что твоё лицо обтянуто трикотажным полотном, ты можешь мне сказать, что такое губы на лице? Губы – это надрез. То есть ты обтянута чулком. Чулок, понимаешь, да, это трикотаж без швов. Ты обтянута чулком, и тебе сделали надрез. И вот эта ткань губ – это выворот трикотажного полотна, потому что там есть упругость, и он начинает выворачивать. И твои глаза – это тоже надрезы. И посмотри на высоту губ, да, то есть толщину полотна. Посмотри на высоту слизистой. Представляешь, во сколько раз на глазах кожа тоньше, чем, например, кожа нижней части лица. И когда мы ухаживаем за кожей, нужно всегда помнить, что это ткань. И теперь представь, что у тебя спортивный костюм. И у тебя на штанах растянулись коленки. Что ты будешь делать? Ты стираешь, потому что единственное, что нужно трикотажу для восстановления своей эластичной функции – это вода. Ты можешь даже его полностью не стирать. У тебя там что-то растянулось, ты немножечко смочила, ну хоп, и подсела. И старинный пример с шерстяными брюками. Раньше как бабушки поступали. Ну и, да, наверное, я только у бабушки такое видела. Когда шерстяные брюки на коленках растягиваются, их, чтобы вернуть в исходный вид и стрелочки прогладить, их сутюживали через марлечку влажную под давлением. И вот с кожей можно то же самое сделать, особенно если она уже поврежденная. Но у тебя хороший тургор, у тебя скорее вопрос по пятнышкам. Но для всех, для кого актуально количество кожи, его можно от трех дней до десяти собрать в разы. Я на мастер-классах, знаешь, беру техничку. Прямо у которой не просто мешочки, знаешь, а уже кожа вот так вот висит как бы под глазиком. Я просто при студентах собираю кожу за 40 минут. Ее можно полностью преобразовать. Вот, да, и сейчас я тебе покажу хитрый тон, потому что моя задача тебе не просто уход дать, а это должен быть уход с тонированием, то есть это сверхзадача, потому что наша с тобой основная суть – это избавиться от пигментных пятен. До сих пор этого не произошло. А сколько лет тоже с ними? Ну, три года точно. Три года? Меньше-то меньше, ну, все зависит от солнышка. Ну вот, а в реальности, насколько они стали слабее по сравнению с первичным состоянием? Они чуть-чуть стали получше, может быть, потому что я стала прям в этой проблеме уделять внимание. То есть шляпы одевать лучше, там как-то затрываться. Но все равно, даже если… В это лето я носила шляпы, но все равно они проявились. А ты пользуешься физическим СПФ? Ну, вот эти классические. Да, с десяткой. Белым мутным кремом? Белым, да. С диоксидами. Вот что я хочу сказать. Если ты пользуешься физическим СПФ, то есть это все вот эти мутные составы, у них есть побочные действия. То есть они одно лечат, второе калечат. И чем мы старше становимся, тем и так у нас более обезжиренная кожа. И все вот эти белые мутные составы с диоксидами, они еще сильнее вытягивают влагу и обезжиривают немножко. И ты, когда долго в них ходишь, у тебя, возможно, мягче становятся пигментные пятна, но у тебя усиливается мелкоморщинистость, обезвоженность. Да, ты замечала, что она такая не очень пластичная кожа становится. И когда мы особенно обладаем уже или взрослой кожей, или сухой, то есть тонкой, то лучше так не делать. И можно более хитрым путем пойти. И я тебе могу предложить как минимум два варианта. Даже больше. Смотри, первое. От чего зависит наличие пигментных пятен? У тебя в коже должен быть родной СПФ. Что такое родной СПФ? Это твой так называемый иммунитет. Иммунитет, он содержится в коже очень активно. Иммунитет всегда содержится в липидной вуале. Чем реже ты снимаешь с себя липиды, чем больше в твоей коже липидов, тем крепче твой иммунитет. Если ты будешь правильно запитываться, я тебе сейчас покажу, то у тебя постепенно родной иммунитет подрастет, и родной СПФ тоже вырастет. Это первый шаг. Вот второй шаг, что можно использовать не мутный диоксидный состав, а можно использовать химический СПФ. Химический СПФ, ну вот у меня есть вот такой, это 50. Химический СПФ отличается тем, что он прозрачный, и он не на создание теневого слоя, работает на коже, а на поглощение определенных частиц, и ты практически никаких неудобств не испытываешь. Вот, давай я тебе на ручке покажу, закрой глазки, чтобы тебе не попало. Сейчас. И вот теперь посмотри на руку. Вот, все, да, это покрытие. Не заморачиваемся на различия физический, химический. Ищем прозрачный спрей с защитой СПФ. Абсолютно все равно, какой он. Единственное неудобство может быть в том, что какой-то там дешевый вариант, да, или не очень продуманный, он может давать тебе такой немножечко сахарный финиш, как фикса. Он не липкий, а он, знаешь, такой, как будто бы тебя стянуло после умывания с мылом. Вот, он дает то ощущение, как будто у тебя водички с сахаром побрызгали, и ты как зеркальце немножечко... Поэтому ты просто берешь себе на участок тела, куда ты его наносишь, и смотришь, насколько твой финиш изменился. Ты можешь протестировать столько спреев, сколько тебе попадется на пути. Ну, прям заходишь в магазин, спрашиваешь, есть спреи от солнца. Нет смысла у консультанта спрашивать химический СПФ, они не знают, что это такое. И в магазинах текучка кадров настолько высокая, что очень часто девушки увольняются до того момента, как их успели обучить на той продукции, работать, изучить составы там и действия, которые они продают. Поэтому проще всего заходить, спрашивать спрей от солнца, там, защиту. И в какой-то момент ты по текстуре сама поймешь, какой тебе нравится, там, по цвету, по цене и так далее. И, например, если ты пользуешься уходом или макияжем, то ты можешь его в конце сверху вуально покрыть прямо на финиш. То есть его не нужно подкладывать под макияж, не нужно пословенность копить. Ты можешь очень тоненько вуально себя проработать и сверху это все покрыть просто тонкой вуалью. И чем еще хороши нового спрея, то есть у нас что обычно сгорает? У нас сгорают ушки, если мы поехали, у нас сгорают вот здесь вот где-нибудь корешки, у нас могут загореть проборчики, да, у кого у девчонок бывает, шея, ну, какие-то участки, которые нам лень намазать вот этим обычным диоксидным кремом. И если ты куда-то едешь, ты берешь его так себя вокруг, все, прошлась, затылочек, там, корешки волос, все опасные места. Его можно наслаивать при желании, он чуть-чуть укрепится. И сама система. Нам нужно научиться замешивать себе тональный крем, который будет являться мощным SPF, который будет являться тонированием, да, то есть я думаю, что тебе хочется выровнять тон, и он должен являться уходом, потому что декоративная косметика, которая является касательной к первому слою кожи, она всегда должна выполнять функцию ухода. Вот, и тебе придется научиться самой смешивать тональный крема, как я обычно делаю. Я покупаю два тона, самых крайних в любой линейке, то есть самый светлый, самый темненький. Я думаю, что ты свой цвет в течение года примерно знаешь. Это твой средний оттенок? Да. Да? Так, сейчас тогда покажу тебе хитрую систему. Я возьму light, ну, то есть это достаточно светлый, он такой классический европейский светлый. Я работаю на данный момент на люмине, потому что это в Финляндии, у них цвет у тонирующих средств максимально близкий к европейской коже. Очень точный замес, самый точный из того, что я пока что видела. Итак, мы берем палитрочку, вы можете это делать на руке, немножечко берем буквально горошинку тона. Вот, далее, сейчас будет сам секрет. Нам нужно купить мелкодисперсный шиммер в сухом состоянии. Это, вот у меня есть такие две баночки. Если приложить к коже, то одна чуть более смуглая, и вот эта прямо в тон нам попадает. Это из трейд, для классической европейки подойдет всегда четвертый оттенок. Стоит банка 200 рублей, хватит на год. Смотри, это такой очень-очень мелкодисперсный шиммер, то есть очень маленькие блесточки, такой перламутр, как будто бы пыльца. И если его смотреть, видишь, он очень-очень мелкодисперсный, и он скорее как вода, то есть в нем крупных частиц блесток не видно. И если его очень тоненько раскатать, ощущение, что просто участок более влажный. И в чем суть? Если взять такой шиммер, очень похожий на тон твоей кожи, это должно быть обязательно розовое золото, то есть мы не рассматриваем холодные подтона, мы рассматриваем только бежевые и вариации розового золота. Ты берешь этот шиммер, берешь капельку тона, тон лучше взять чуть-чуть посветлее, чем ты, потому что шиммер его затемнет немножко. и ты насыпаешь немного шиммера в тон. Это не очень удобно, но использовать жидкий шиммер еще хуже, потому что они обычно более крупные и сперсные. и после этого третья заключительная фаза подержи, пожалуйста, покажу. Третья фаза это масло. Мы берем масло и какая логика? Если кожа очень сухая, ее сильно стягивает, мы берем 3 капли. Если кожа нормальная, мы берем 2 капли. Если кожа жирная, мы берем 1 каплю, потому что даже жирной коже очень нужны липиды. Вы берете вот этот тон с шиммером, и мы сделаем тебе сейчас 3 капли, потому что у тебя кожа достаточно безвлажная. Я покупаю масло с пипеткой, это очень удобно для дозировки, потому что плюс-минус капли, это уже другой тип кожи. И беру кисть, или вы можете это пальчиками сделать, и очень-очень хорошо это все аккуратненько перемешиваю. Вот, получается очень небольшое, аккуратное количество тона. И теперь о нанесении. Ты берешь водичку, и перед тем, как нанести на кожу липидный состав, очень сильно смачиваешь лицо. И на счет 3 будет холодно. Раз, два, три. Чем более мокрая твоя кожа на момент, когда ты выкладываешь на нее липиды, тем больше влаги ты запечатаешь в коже. И ты берешь, или пальчиками, сейчас я тебе одну половинку нанесу, ладно? А ты можешь вторую себе нанести пальчиками. Вот, первым делом я пропитываю кожу под глазками. Вот. И обязательно очень щадящей моторикой это делаю, чтобы ни в коем случае чешуйки кожи не потревожить, не растянуть кожу, а сутюжить. То есть мы сейчас как бы под давлением, чувствуешь, да, что я на кисть немножечко давлю. Я давлю на кисть, чтобы пока кожа влажная, она под давлением разутюжилась и выгладилась. Вот. И если кожа уже подсохла, то лучше ее повторно намочить. И раз уж у нас такой блестящий состав, то нужно обязательно в конце чуть-чуть дать на ушки, чтобы не было ощущения, что кожа чем-то покрыта, потому что если текстура ушек и кожи совпадает, тогда не будет ощущения, что что-то покрыто, а что-то нет. Вот. Такими аккуратными движениями все это разносим до тех пор, пока кожа немножечко не расправится и не будет на вид, как зеркать. И закрываем глазки. На глазки тоже обязательно выкладываем этот состав, потому что кожа на глазках вообще максимально нуждается в уходе и липидах. Все, можно открывать. Скажи мне, ты поняла, в чем суть? Да. В чем суть? Уложить. Закрепить флагу, то есть, ну, как бы, ставить ее, спрятать, да, спрятать и дать тон выровнять. А вот в чем секрет тона с шиммером? Ну, скорее всего, что шиммер работает со светом. Он как зеркало работает. Да, отражает. Капля шиммера в тон это стопроцентный SPF. Понимаешь, то есть, зеркало, это гораздо более мощный инструмент, чем любое покрытие, которое дает тебе теневое облако. И я тебя очень тонко покрыла. Сейчас я тебе выдам зеркальце. Я тебя покрыла настолько тонко, чтобы ты могла себя чувствовать, как будто бы просто в питательном кремике. И вот посмотри, пожалуйста, на две половинки. Это очень вуальное тонирование. Его можно чуть-чуть укрепить, если нужно, но суть в том, что нет ощущения, что есть шиммер за счет его мелкой дисперсии. А может чуть-чуть, да, сдвинется, чтобы не перекрывать. Вот, видишь, нет ощущения, что плотный тон раз. Плюс сейчас маслице начнет в тебя проваливаться и просто будет ощущение очень запитанной увлажненной кожи. Ну, такой гладкой. Вот. И вот этот мелкий шиммер, он будет работать как зеркало, и у лучей практически нет никаких шансов проникнуть. Здорово. Да, очень крутая тема. Если ты поедешь в то место, где очень активное солнышко, ты прямо сразу начинаешь использовать эту систему. Те моменты, когда нет активного солнца, ты можешь не использовать шиммер. И в тот момент, когда пятна пройдут, ты тоже можешь не пользоваться активно. Но что касается, например, даже тех, кто не столько опасается за пигментные пятна, как обгореть, это тоже очень действенная система. То есть, например, если ты поехала куда-то в жаркую страну, боишься там, что лицо на солнышке обгорит, ты просто делаешь состав шиммера, у тебя кожа, она не сможет так сильно загореть. Вот, потому что очень многое будет отражаться. Плюс, когда ты покрываешься шиммером, и пигментные пятна тоже не так видно за счет того, что очень много отражения. И шиммер тонирует и перекрывает проблемы кожи часто сильнее, чем плотное покрытие. И как бы суть вот в этом тонком покрытии. Сейчас я намешаю составчик, и ты сама себе нанесешь, чтобы закрепить моторику. Видишь, как все просто. А вот те пудры, которые было напряжением, так же работают? Да, в пример, то же самое. Просто здесь в один слой и здесь на липидах. Например, шиммер, который выкладываю тебе на липидах, он более пластичный лежит, чем тот шиммер, который ты сверху по-сухому положишь, потому что любая твоя мимическая активность сразу начинает давать очень сильное преломление подсушенных участков. Вот. И ты пальчиками наносишь или кисточками себя? Кисточкой. 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 Так, тогда держи вот тебе цветочек. Очень аккуратненько это все смешиваем, да, чтобы была единая консистенция. Вот. И еще я очень часто кисточку переворачиваю, чтобы более активно размять. И сейчас я тебе тогда помогу мочить. Раз, два, три. И смотри, нужно снять, то есть если вы пальчиками, то очень мало на пальчике. Если кисточкой, снимаете с кисточки все лишнее, чтобы там была практически вуальная степень нанесения. Так, давай тогда вот так поменяемся. Ты будешь держать зеркальце, а ты можешь вот сюда повернуть, чтобы видно было твою моторику. Наносить? Да. И твоя задача перестать тереть кожу, то есть ты ее практически как бы прохлапываешь, и в какой-то момент у тебя рука встанет на скорость. Задача не растягивать участки кожи, для того, чтобы ее не повредить. То есть наша задача собрать, а не растянуть. Наберешь еще чуть-чуть. Да, даже пигментные пятна как-то закрываются. Да, шиммер очень хорошо это все ровняет. Шиммер хорош именно для пигментных пятен. То есть, например, если высыпание, то это супер противопоказание. То есть для высыпаний шиммер стопроцентное противопоказание, потому что он усилит неровности. Рельеф. И под каждую проблему нужно, конечно, свой состав делать. И я, например, когда учу студентов, они поначалу вообще рыдают. Потому что, я говорю, девочки, понимаете, что каждый новый клиент это форс-мажор. То есть, это 100% новая ситуация. Приходится ее заново просчитывать, решать. А всем же хочется одинаковое покрытие, всегда быть правыми. И поэтому нужно учитывать, конечно, свои особенности. и, например, если вы захотите решить за счет этого средства какие-то другие проблемы, то оно уже не сработает. Это надо сразу понимать. Да, ты можешь уплотнять где-то. То есть, чем удобно, ты можешь уплотнить именно те места, которые тебе нужно защитить активнее. Здесь видно, что уже впиталось что-то, да? А он очень быстро. Да, кожа, она голодная на липиды, она сейчас все скучает. Я бы вот здесь потом еще на раз укрепила просто. И вот, чтобы получить супер гладкую кожу, ты можешь просто нарабатывать вот эту моторику, что ты под нажимом вот так вот, знаешь, быстренько-быстренько-быстренько бегаешь, видишь, и она начинает, во-первых, это такой массажик на бодрость, во-вторых, под нажимом очень хорошо чешуйки упакаиваются. И в какой-то момент у тебя моторика встанет, и у тебя кожа начнет просто вообще как зеркало выглядеть. Да, особенно актуально для девочек с сухой кожей, потому что обычно девочки с сухой кожей просят сделать влажный финиш. Да, и чаще всего на самом деле пигментные пятна они постигают именно девочек с сухой кожей. Или взрослых девочек, потому что пигментные пятна очень любят обезжиренную кожу максимально. Да, обезжиренная. Я считаю, что у меня жирная кожа и пользуюсь кореномией для жирной кожи. А мне нужна... У тебя жирнится кожа? Нет, но я вот считаю, что у меня нормальная или жирная. То есть, у меня оказывается уже сухая кожа. У тебя сухая кожа, да. Вот смотри, если кожа жирная, 100%, что она обезвоженная. Потому что жирность кожи это цепная реакция на то, чтобы защититься. Потому что организм, когда он начинает активно испаряться, он думает, что мы умираем, мы в пустыне. Он пытается тебя спасти, начинает выделять жир везде, где может. И чем чаще ты обезжириваешь какие-то участки, ну как знаешь, если волосы каждый день мыть, они начинают жирниться быстрее. Организм думает, что вы где-то в очень сухой среде, вам грозит опасность и начинает выкидывать жиры. И если у тебя кожа жирнится, это значит, что ты очень долго держишь без жиров. То есть ты ее сама обезжириваешь, не даешь ей правильно запитки, мы посчитали твой уход и увлажняющий крем, и питательный крем не входит в твою кожу, не является питанием. И кожа становится очень истеричной и начинает вот эти выпады все выдавать. Поэтому как только ты начнешь пользоваться этим составом, у тебя кожа начнет постепенно засыпать, она успокоится, да, и перестанет себя резко проявлять, то есть вот эта истероидность кожи, она немножечко, ее можно компенсировать тем, что ты кормишь зверя. Вот, сейчас он немножечко подпитается, и потом мы еще пробежимся. Угу. подпитается, и